Начинаем заключительную серию нашего фильма с известного гранд-канарского курорта Пуэрто-Рико. Расположен на юго-западе острова, посвященный отлов в бухте и обладает прекрасным ровным климатом. Абсолютный курорт со всеми атрибутами и недостатками в виде толп туристов. Об этом теперь в эпоху пандемии можно говорить с ностальгией. Местных жителей здесь немногим больше двух тысяч, но вернемся к середине марта 2020 года. Здесь находятся два искусственных пляжа с привозным белым песком – Плая Пуэрто-Рико и Плая де Амадорес, соединенных между собой километровым променадом. что протянулся вдоль океана на своеобразном карнизе. Абсолютно. 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 Субтитры подогнал «Симон» Наша поездка планировалась как небольшая зимовка, без активных экскурсий и прочее. Но случилась эпидемия, которая стремительно расползалась по планете. Хотя здесь все было тихо, но главные жители острова, европейские туристы, потянулись домой. Жизнь стала затихать. Поэтому ехать за достопримечательностями стало некомфортно. Жаль, не увидели многого. Пик Рок-Нубло, города Террор и Арукус, откуда родом отличный ром. Его-то как раз и успели вкусить. Вечерние прогулки по родному Пуэрто де Магану. Какая-то туристская замануха в упадке. Осмотр достопримечательностей Магана в ветряной мельнице. Доступ свободный. Внутри небольшой музей. Своя история. Прощальный ужин в ресторане традиционной канадской кухни. Зажигательный бармен и официант веселят нас. Вероятно, посудних пустителей в ближайшие месяцы. Здесь мы отлично провели три недели. Взлетаем и держим курс на Хельсинки. И через два дня границы захлопнулись. Уф. Субтитры подогнал «Симон»!